здравствуйте дорогие мои друзья с вами светлана веда и сегодня у нас интересный эфир дару прогноз предсказания предков подсказки наших родных и близких тех кого уже рядом с нами нет как казалось бы но на самом деле они всегда с нами и так подсказки предков вы можете посмотреть на три чудесные колоды и сделать свой выбор вот такая прекрасная кошачья колода колода круглая таро таро жизни и третья таро дикая неизвестная таро вот эти три сегодня коробочки три таро прекрасных будут расклад участвовать у нас с вами в раскладе ну конечно стало у нас уже традиции загадывать на золотые гранаты у меня их 6 штук на столе стоят и волшебный вот такой вот мешочек вы сейчас из шести гранат выберите три варианта любые три в конце видео я буду доставать из волшебного мешочка цифры три цифры достану и если хотя бы одна цифра совпадет с вашей значит ваше желание обязательно исполнится итак пишите в чате в комментариях три цифры которые вы хотите мы будем открывать гранаты и отдельно напишите какую колоду вы выбираете первую вторую третью также можете воспользоваться всеми тремя вариантами и на каждую колоду загадать какого-то своего умершего родственника и мы посмотрим что же наши предки хотят сказать нам итак мы с вами начинаем вариант номер один все кто загадал вот эту вот колоду таро котов я называю кошачьи таро давайте посмотрим что у нас тут итак давайте посмотрим как видят предки вас с какой стороны они на вас вы знаете они считают что вы нерешительны что вы прежде чем что-то сделать будете долгое время думать и когда вы надумаете уже в принципе и это желание или какой-то поступок уже не имеет месту быть то есть поймаете они хотят чтобы вы действовали более решительно более жёстче целенаправленно да вот эту нерешительное чтобы вы оставили в покое давайте посмотрим что они хотят донести вам какие мысли может быть хотят донести может быть даже вы иногда слышите это вы знаете опять-таки это карта быстрота действий резких каких-то быстрых решений принятия решений поступков когда нужно очень быстро действовать вот они вам хотят это сказать то есть не думать по 1 3 года до сделать не сделать перейти на работу не перейти расстаться или остаться то есть вот это вот это нерешительные да а в голову они вам постоянно отправляют мысли чтобы вы действовали очень быстро может быть даже спонтанно да и когда может быть даже не совсем обдуманно потому что они вот ждут именно от этого от вас какую помощь не вам посылают эти кого или видите чего но я сразу скажу первый вариант кто выбрал здесь карта очень интересная она говорит о том что вы всегда в балансе находитесь вы балансируете между физическим и духовным абсолютно всегда и вам всегда даются трудности те трудности к с которыми вы всегда можете справиться вот если вам кажется что почему такая жизнь тяжелая для вас почему так несправедливо по отношению к вам какие-то поступки действия или ситуации но дело в том что эти все испытания они даются для того чтобы вы были в резерве или в ресурсе вот чтобы не застаивались понимаете всегда подкидывают вам такие вот идеи постоянно какие-то идейки подкидывают посмотрим чтобы высшие силы до ваши предки хотели чтобы вы отпустили какую ситуацию или какого человека императора какого-то эгоиста человека может абьюзера манипулятора человека который любит только себя а вас не любит и вы держитесь за этого человека и вы почему-то боитесь его отпустить от предки говорят отпусти не нужно вот это эго а может быть это знаете как у вас какая-то империя да например магазин который не приносит вам дохода или еще что-то да то что не приносит вам радости а вы это держите не можете отпустить вот предки говорят отпусти эту ситуацию чтобы они хотели чтобы взамен у вас пришло и скоро это будет обязательно они пошлют вам что прекрасная карта карта это триумф и победа на будет какой-то выигрыш то на может быть вы выиграете в суде или например спорный какой-то вопрос может быть вы отстоите свое право быть под солнцем да или допустим повышение зарплаты или еще что-то то есть опять-таки это не просто решительность а это как завоевать то что вы хотите да такое завоевание и тузы это всегда исполнение желания открытые дороги посмотрим что еще они хотят донести до вас карта суд вот смотрите очень похоже у кого-то из вас идут судебные какие-то вопросы становятся но вы победите однозначно это победная карта или какие-то спорные вопросы у вас будут ну здесь скажу так какое-то длительное время до вас не разрешались вопросы потому что вы не хотели действовать объясню на примере у меня есть один знакомый человек который постоянно плачется что в доме у него плохо организованные какие-то моменты управляющей компании да не моют полы в доме в подвале какие-то проблемы у них там еще что-то я говорю этому человеку я говорю так и надо писать надо выходить как-то общаться ругаться не знаю на телевидение подавать там еще что-то на что мне этот человек говорит нет я стесняюсь я не боюсь не боюсь я не хочу и не пойду вот как-то так понимаете а вот то есть и у вас какая-то ситуация зависла и образовалась из-за вашей не скажем не не то что нерешительности а бездействий из-за ваших бездействий его высшие силы да и предки подсказывают что нужно действовать как здесь видите гора посуды ее нужно помыть она образовалась понимаете вот надо действовать или вода дьется и посуда стоит грязная то есть нужно все перемыть кран закрыть и вопрос решится самостоятельно сейчас посмотрим еще какие может быть подарки они вам хотят сделать ну денежные поступления денег будет однозначно у вас может быть повысят зарплату или вы новую работу найдете с другим заработком и здесь однозначно какие-то финансы может у кого-то день рождения вам денежку подарят да или какое что-то ценное вы захотите купить и то есть это финансовая прибыль и также еще королева пентакли это новое знакомство с противоположным полом может быть пентакли это общее зачатие это не только приток денежных средств но и материальные какие-то блага довольно таки хороший я вижу расклад номер один все кто загадывал пальчик вверху слово благодарю но что что-то открылся до открылась все увидели ну значит нужно там здесь на статье орешек лежит на всякий случай я надеюсь что все уже написали орешек это крепкое здоровье для первого расклада вот кто загадал эту колоду я могу вам сказать вам еще торопится еще и крепкое здоровье и я вас поздравляю это очень хорошо это очень здорово ну что же ребятушки давайте посмотрим все кто загадал вариант номер два круглая таро что у нас тут круглая таро так что-то вот прям по саму выскочила да это как верим который мы сейчас будем смотреть итак нулевой аркан шут дурак то есть высшие силы вас представляют как маленького ребенка вы не слушаете только свое сердце вы не хотите включать голову с одной стороны кстати это очень хорошо вы поступаете по найти и вы идете вперед вы никого не слушаете вы делаете так как вы хотите да но с другой стороны это необдуманные поступки которые вы совершаете да и здесь вот может быть даже здесь кошка изображена да может быть предки ваши где-то останавливают вас и если вы где-то упали разбили коленку или наткнулись на неприятности это предки вас тормозят чтобы вы не просто не упали вот с этого обрыва что они вкладывают вашу головушку какую мысль хотят передать какую мысль они хотят передать смотрите здесь у нас с вами карта луны а это значит во первых это карта матери то ли по материнской линии что-то они хотят передать может быть ваша мама бабушка прабабушка или то чтобы вы обратились к материнству к рождению детей к зачатию либо же может быть они хотят продолжение рода от вас либо же чтобы вы обратили внимание на маму свою вот здесь какое-то материнство или кстати может быть гинекология да обратили внимание на гинекологию если девочки сейчас меня смотрят здесь что-то такое женское какое-то нутро и так что еще эта карта еще она стоит в районе третьего глаза это может быть ясновидение яснознание и возможно предки вам говорят что у вас есть вот такое вот яснознание ясновидение которое сейчас выпадает чтобы вы обратили на это внимание это и вещи сны могут быть что они вам отправляют поддержку так а поддержку они отправляют вам друзей и подруг с которыми весело и непринужденное если вы захотите пообщаться или посекретничать эти подружки будут как минимум две подруги у вас есть они посланы вашими предками для того чтобы вам было хорошо и комфортно с ними общаться веселиться на чаепитие приглашать вот есть две какие-то особые посмотрим от чего вам нужно отказаться как считают крешки что нужно оставить в вашей жизни опять карта императрицы и это тоже у нас карты материнства и луна но луна больше как мама идет до мама материнства зачатия а императрица это больше как красота богатство довольствие финансовое изобилие да вот мешок с какими-то богатствами да и и это карта материальные блага вот высшие силы да и ваши предки они хотят чтобы вы не так сильно были привязаны к материи к материальным благам они хотят чтобы вы все-таки больше баланс какой-то вошли на равномерный материя и духовность чтобы они хотели вам дать и дадут на будущее что придет вашу жизнь какое-то ограничение вас ждет но это вам зайти во благо в пользу с любовью до для любви для радости для счастья знаете может быть даже как больничная койка для кого-то заточение ну ассоциации с тюрьмой не будем так думать да может быть это санаторий какое-то ограниченное пространство или когда вы едете где все включено до этой территории отеля то есть какое-то замкнутое пространство и это нужно вам во благо объясню сейчас ну например вы должны куда-то были полететь или поехать и вдруг вы заболели вот ограниченное пространство вы попали в больницу что-то переживаете что путевка сорвалась и вдруг вы узнаете что ваше транспортное средство с которым вы должны были ехать ну что-то там случилось какая-то неприятность и вы понимаете что вы специально были вот оставлены здесь на больничной койке или еще что-то чтобы не идти дальше чтобы остаться в живых понимать вот вот так вот но это будет что-то какое-то ограниченное состояние ограниченность что еще вот сразу еще карта пришла что еще предки ваши хотят передать они являются к вам во снах идет передача данных вот это вот карта ясновидение вот эта карта это беспокойные сны когда вам что-то приходит во сне скорее всего когда вы видите сны они действительно беспокойные что это что эта карта говорит о беспокойстве о чем-то думаете переживаете что-то в голове просто постоянно проворачиваете что-то вот так вот идет у вас понимаете а вот ну как какой-то такой вот каламбур и высшие силы говорят что нужно успокоиться во всяком случае либо чай например с травками попить либо столовую ложку меда на стакан воды и вечером на ночь теплой воды выпить и мед съесть то есть он успокаивает что-то такие может быть ванной например солью или там тазик с водой и соль туда киньте по ступни поставьте это будет здорово это будет замечательно какие-то такие моменты что вам на ваши предки пошлют от себя карта жрицы ну это вот знаете все показывает вот эта колода что вы не просто так смотрите у вас и предок какой-то был скорее всего по женской линии бабушка прабабушка мама уж с каким-то даром даром талантом и вам это передалось и вы это чувствуете по женской линии кто сейчас меня смотрит а если мужчины меня смотрят то вам скорее всего девушка с какими-то способностями придет вашу жизнь вот такая интересная история у нас получилась второй вариант пальчик вверху слово благодарю пишите мечты сбываются ваша мечта сбудется обязательно а мы смотрим вариант номер три таро дикое неизвестное таро давайте посмотрим о о о вас видят предки о о о шикарная карта как счастливого человека вот предки радуются тому что вы живете в счастье в радости и в любви а даже если вам сейчас кажется да нет у меня проблемы да какая там счастливая или счастливый что-то не то а вот то потому что вам кажется что у вас что-то не так а поверьте свыше видно гораздо лучше и когда сравнение смотрят когда у кого-то все плохо понимаете кого-то убивают насилуют кому-то жизни лишают или там что-то еще делают да и когда у вас есть дом над головой крыша да когда еда есть вот сейчас вы смотрите значит интернет у вас есть значит гаджет у вас есть то конечно же они счастливы то что того чего вы достигли и еще радуются предки когда вы умеете радоваться вот они рады когда вы рады понимаете радуетесь потому что если вы постоянно в уныние в каком-то пребываете то предки ваши печалятся тоже что они пытаются какую мысль вам донести дать вам какую мысль радуйтесь побольше цените своих подруг и друзей которые рядом наслаждайтесь каждым денечком благодарите высшие силы за то что вы живы и за то что вас окружают именно те люди которые рядом с вами что они вам дают на подвумоку чтобы вас укрепила и веру и силы дано вы знаете они посылают вам постоянное вечное разрушение постоянные какие-то ситуации когда идет трансформация когда вас сломают понимаете понимаете это происходит почему это нужно потому что вы может быть застоялись и пора что-то менять ваше жизнь но вы может быть не совсем это понимаете а высшие силы это понимают и дают вам постоянные испытания чтобы они так и хотелось сказать оленя вот какого-то оленя вы должны оставить в покое видите человек который озабочен деньгами человек который может быть думает только о заработке где-то в чем-то черствый где-то не эмоциональный такой сухой человек вот его вы должны оставить в покое или если это ваш ребенок да значит отпустите его с миром если бы если это ваш милый бывший любимый человек тоже отпустите не цепляйтесь за прошлое но вот какого-то какого-то оленя вы должны отпустить что впереди что дадут ближайшее будущее ой карта силы лет да и знак еще бесконечности любовь дадут вам а вот любовь мужчину или женщину смотря кто меня сейчас смотрит если вы маленькая крупкая женщина такого знаете богатыря дадут рыжеблазовые такие каштановые волосы будут вот тут на льва будет похож что красное может быть на нем будет одета красная оранжевая или желтая такое львиное солнечное ну а если вы мужчина то вам идет хрупкая девушка тоже такая рыжеблаз или каштановые волосы если белые то золотистые да такая вот грива хорошие густые волосы и на длительное время это кармы это идет кармические очень хорошая любовь взаимоотношения посмотрим что еще предки может о чем-то предупреждают вас например да будьте умерены во всем в деньгах или еще в чем то потому что вы слишком либо много тратите либо слишком много едите либо слишком много гуляете отдыхаете или слишком много наоборот работаете что-то слишком много чего-то и предки говорят остановитесь и будьте умеренные знайте меру в чем-то не торопитесь жить не торопитесь все сразу ну и что хочу сказать у вас в течение 28 дней это лунный месяц получается а вернется какой-то человек который возможно вас бросил ушел предал или стал искать но уж принимать не принимать вы сами решаете сейчас мы еще подсказку что с ним делать вот знаете скорее всего человек одумался оправился и скорее всего он изменился в лучшую сторону и понял что нет никого лучше вас на этом свете придет посмотрим еще какой подарок передают вам карта карта повешенной не вмешивайтесь сейчас ни в какие дела в данный момент не остановитесь и самое главное слушайте только себя особенно в ночи в темноте когда наступает ночь когда тишина абсолютная закрывайте глаза и прислушивайтесь самому себе что бы вы хотели в этой жизни сделать как бы вы хотели поступить то есть не так как вам навязывать что нужно делать это или нужно делать то а вот как вы чувствуете по ситуации вот предки хотят чтобы вы именно жили по сердцу вот такой вот расклад у нас номер три получился пальчик вверху слово благодарю и конечно пишите мечты сбываются и ваша мечта сбудется обязательно а мы с вами сейчас будем доставать три волшебные цифры я вам сказала в начале видео загадайте из шести гранатов три напишите три цифры я доставать буду тоже три цифры и если хоть одна цифра у нас с вами совпадет значит желание ваше исполнится ну прям выскакивает цифра пять цифра два и цифра один и так ребятушки напишите в чате в комментариях совпало например пять или совпало два или совпало например один что у вас совпало и мы с вами открываем пятый гранат кто загадал а здесь конфетка сладкая жизнь ждет вас дорогие мои друзья шоколадная просто жизнь двоечка кто выбрал цифру два а у вас здесь деньги придут смотрите здесь лягушечка на монетке сидит значит деньги придут в вашу жизнь или это получение наследства или покупка какая-то ценная и цифра один а цифра один у нас здесь обручальное кольцо новое знакомство это также еще подписание каких-то контрактов ну например устройство на работу или же допустим что у нас может быть тоже заключение свадьбы договоров еще какие-то сделки допустим что-то покупаете тоже подписываете договора то есть такое прекрасное колечко и плюс еще дела сердечные конечно же они все разрешатся кто выбрал цифру один ну что ж ребятушки еще раз я благодарю вас что вы были все со мной пожалуйста подписывайтесь на все мои каналы руту пьяндец нбк одноклассники всех вас безумно люблю и желаю мира добра и счастья а главное верьте в свою судьбу потому что и судьба в наших руках и желание всегда исполнится всем пока пока пока